На участке от устья реки Дудыпты и до самого моря большая редкость встретить хотя бы одного человека. Многие фактории, осуществляющие заготовку рыбы и мясо оленя, уже прекратили свое существование. А коренные жители, кочующие по тундре со своими оленями, вообще никак не привязаны к этой реке. Но всякий раз посещая такие фактории в процессе нашей северной экспедиции, становится любопытным и интересным погрузиться в быт жизни на крайнем севере. Теперь они уже больше похожи на музеи под открытым небом, каждый из которых хранит свое интересное, пусть и печальное повествование, связанное с освоением этих огромных территорий Арктики. Мы с Андреем шли по Пясине и думали, какое счастье и большая удача снова оказаться в этих местах, несмотря на трудности, связанные со сборкой и разборкой этого огромного плота. Какое счастье снова погрузиться в нетронутую природу полуострова Таймыр. Основное отличие реки Пясень от центральной части Енисея не только суровостью климата, но и каким-то неведомым и непонятным нам притяжением, которое ввлекает нас все дальше и дальше на север. Путешествие на таком достаточно комфортном плоту нам позволило идти к Арскому морю круглосуточно, делая остановки только в крайнем случае, ввиду сильного ветра и высокой парусности маломерного судна. Или тогда, когда есть огромное желание остановиться, чтобы сделать мобильную баню, приготовить вкусную рыбу и искупаться в реке. В 2017 году мы уже рассказывали об истории освоения этих территорий и природе Таймыра в фильме «По следам арктических экспедиций». В этот раз хотели бы добавить то, что береговая линия реки в сравнении с 1960 годом существенно изменилась, а ширина русла увеличилась в среднем на 50-70 метров. В условиях глобального потепления климата продолжает тать слой вечной мерзлоты, образуя песчаные кручи и обрывистые берега, где можно увидеть слой древнейшей мерзлоты, в котором наверняка сохранились бактерии, возраст которых насчитывается 40 тысяч лет и более. Строения, расположенные в пределах береговой линии, тоже в скором времени разрушатся полностью и их снесет весенним половодьем в Карское море. И это некая дань суровой природе Таймыра. Хочу вам рассказать о буднях нашей экспедиционной жизни. Сейчас стоим на стоянке в устье реки Пура, урочище Пура. На картах генштаба обозначены как избы Носкова. Рыбка готовится. Уха. Уха это один из атрибутов. Уха. Ну тут что у нас? Муксун. Чир. Там еще какая-то рыба. Здесь вот у нас баня. Пойдемте, я покажу. Мы уже парились в бане сегодня. Сегодня сзади меня река Пура. Вот такая вот у нас баня. Видите, сделано. Доходишь сюда. Вот она открывается. И вот здесь вот у нас заторваниваемся. О, ничего себе, смотрите. Тут сколько комарья поналетело. Чили нашли и поналетели сюда. Это как ловушка для комаров. Вот. Вот здесь вот полотенце сушится. Она уже закончила. И здесь вот у нас печка. Вот такие пироги. Что у нас тут еще? Это вот слияние реки Пясиной и реки Пура. Вот такие вот пироги. Поэтому оставайтесь с нами. Будем все смотреть, наблюдать с вами. Все буду вам рассказывать. Все очень интересно. Все очень познавательно. Спонсоры нашей экспедиции, в ходе которой мы берем пробы воды реки Пясина, малая норильская экспедиция. Это российская экологическая партия «Зеленые». И авиаремонтное предприятие «Мотор». Город Вороск. Ну а так на севере мне все нравится. Остальным участникам экспедиции тоже все нравится. Все эти путешествия на Таймэр. Это все как-то все. Тут огромное спокойствие, тут тишина. И, кстати, тут очень много у нас ление реки Пура бегает зайцев. Очень много зайцев. Не знаю, что они тут едят, но очень много зайцев. То есть я зайцев увижу, и я сниму и вам всем покажу. Пока. Пусть горит. Пусть горит. Продолжение следует... Продолжение следует... Из них пешей части 313 километров, на веслах по Хаттанскому заливу и по озерам 138 километров и сплав по течению рек 293 километра. Ну вот, на попутной лодке едут ребята за дровами, и я тоже с ними часть пути по Хаттанскому заливу. Маршрут проходил следующим образом. С Хаттанги Марина направилась в поселок Новорыбное и выбросилась со своим снаряжением перед мысом Поворотник. Затем по мелководью Хаттанского залива до устья реки Гусиха. По реке Гусиха против течения реки Марина поднялась до реки Поперечная. Встретив по пути многочисленных овцебыков, Марина волоком ушла на озеро Исай, озеро Сопочное и ручей Болотное. Затем она сплавом ушла до озера Проточное и волоком до озер Арылах и Кунгасалах. А мне любое море, море по колено, А мне любые горы по плечу. А далее ей предстоял пеший маршрут на ручей Придгорный и сплав по реке Кутадаяму до отрогов гор Быранга, к устью реки Мурукту-Матари. По реке Андрея, реке Русская и озеру Русская Марина пробралась к верховьям гор Быранга, достигнув пика русский высотой 838 метров. И далее по водоразделам гор Быранга Марина сплавилась по реке Мариктатари к рекам Малайхатари и Ледниковая. А оттуда по ручью Седой и ручью Ожидания прошла до реки Левая Жданова и Жданова, где ушла сплавом от отметки 365 метров над уровнем моря до отметки 106 метров. Далее у нее был волок до озер Трех Сестер. Это верховье реки Гольцовая. Кстати, по рассказам бывалых людей, в этих озерах водились в 1970 году гольцы размером около полутора метров и весом более 20 килограмм. По реке Гольцовой, бассейн моря Лаптевых, это залив Терезаклавенец, Марина ушла в приток реки Клязьба, с которой ушла в бассейн реки Серебрянка и по ней сплавом в Карское море, где вышла в море в 17 километрах к западу от мыса Челюски. Необходимо отметить, что несмотря на то, что ее маршрут является одиночным и экстремальным, он свидетельствует о большой силе и воле русской женщины, влюбленной в красоты нашей необъятной земли. А само путешествие еще раз подчеркивает его целеустремленность и характер. Кстати, в настоящее время на канале YouTube Марина Галкина вышло две серии ее фильма о путешествии по Таймыру. Добрый день, друзья! Сегодня уже 26 июля 2021 год. Мы находимся в устье реки Тура. Это бассейн реки Пясина. По прямой Токарского моря осталось около 105 километров. Ну а если с петлями всевозможными, проходя через Карские ворота, через Пясинский залив, Бегичевскую, Косудну, Зимовая Громадская, все 200 километров, то есть насколько река медляет. А сейчас здесь стоим, пережидаем. Идет такой южный ветер, около 12, с порывами 15 метров в секунду. Ну такой достаточно противный, когда испытываешь дискомфорт. Поэтому мы стоим и его пережидаем. Вот так вот сделали. Мы ушли в берег. И вот здесь вот, куда мы стоим, уперли наш плот. Площик, стоим не совсем удачно, потому что нужно было стоять с подветренной стороны. Но мы стоим так, потому что нам надо было в этом настроении так еще раз обследовать эти избы Носкова. Поэтому буду вам еще что-нибудь рассказывать, показывать. Расчалились. Вот так вот, значит, вот. И горями, ну и этот якорь вообще практически не работает. Вот если вы можете заметить, вот этот не работает якорь. Вот. Держит, по сути дела, у нас от южного ветра вот эти два якоря. Сейчас я покажу вам. Этот якорь появился. И видите, вот верешка натянута. Хотя вот это верешка, сейчас покажу. Натянута. Вот к этой лодке за корму. Для чего? Потому что она уже такая лодка заиленная. Вот. Мы так расчалили. И все. И поэтому мы более-менее нормально стоим. Сейчас. Здесь пережидание. Шторм. Вот такие вот дела. Оставайтесь с нами. И увидите еще очень много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.